всем привет дорогие друзья меня зовут стас вы на канале мистер моменту он а это on for giving что-то там димана все кто смотрит прохождение я думаю вы помните что было в прошлой серии в прошлой серии на нас напала голая женщина девушка собака я не знаю как ее назвать еще короче которая нас покусала и которая все время напевал вот эту мелодию типа она зазывала там вот это вот она делала я думаю у тебя флешбет сейчас вьетнамские должны пролететь в голове и ты должен осознать всю нелепость ситуации короче мы-то перед тем как она сукусила все-таки сыграли мелодию на арфе и у нас это руна вот и дракончику за как он знак называется ура борос до змея которая ест свой собственный хвост с этого короче планшета деревянного перелетела сюда и у нас в принципе приплыл плот плот я по-другому от не могу назвать это не лодка явно хотя не знаю может быть я отстал от кораблестроения это уже считается кораблем или лодкой но короче поплыли поплыли к людям где есть вечный май шашлыки сосисончики и хорошее настроение музыка а это баба короче почему она за нами гонялась почему она злая да потому что ее туда не позвали она не может туда добраться через реку понимаешь и из-за этого она зла и поэтому она злится а у нее еще одна сторона была типа обгорелая да ты мог это заметить вот и из-за того скорее всего почему обгорелая потому что она пыталась сама пожарить но она не смогла и спалил себе половину короче тела вот то есть прям на чё такое ты чё ты чё мать ты чё анти все же по рукостью заразила теперь тоже будешь жарить себя сожжешь ну короче хуже стало это это понятно так начать давайте спичку шлюзажим о скрипач опять этой шарман играешь братан у меня нет мелочи я не могу тебе кинуть я понимаю что ты голодаешь ой 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 бедная малышка должно быть это очень больно это ничто по сравнению с предстоящим проклятием я могу избавить тебя от боли то что ты несешь с собой если ты сможешь отдать мне арфу перед ним другую сторону я даю мне обещаю что я избавлю тебя от любых учений которые уготованы тебе судьбой на твоем месте я бы не стал раздумывать так долго ясно лобик долбоебик сиськи есть смысле как я арфу адама как я буду сквозь двери ходить там уже все по-любому запечатан на этих рунах опять музыкальных с ними ничего не сделаешь без арфы мы здесь погибнем сразу мгновенно быстро элементарно дезинтегрируемся под всяким наплывом чертовщины скандинавской так ну и я вам напоминаю что мы одиссею сделали часовую серию с вами договорились что будем по часу делать из плей потому что за полчаса там ничего не успеваешь здесь за каждые полчаса за каждую серию что-то происходит нет действительно что-то происходит игра подинамичнее чем одиссея раза в 3-4 точно это уж так и есть но просто может там так далеко зашли я не хочу дропать чё ты чё ты дышишь не дыши ты же дерево хотя подожди у тебя же эти листочки ты же фотосинтезом занимаешься тогда дыши тогда наоборот дыши углеки и свой глаз углеки свой глаз углеки свой глаз забирай короче а выдыхайте с ворот и у мелодия очаровывает но последний день существования этого мира именно он будет играть эту мелодию это он привел их сюда он привел с собой тьму кстати микрофон чуть-чуть подальше стал или то по крайней мере такой ракурс я тоже шаманю постоянно с освещением и с расположением как чтобы удобно было и чтобы мне не шеи не болело ничего не затекал короче ищу так скажем удобные позиции для постоянного летсплеинга надеюсь скоро найду нас ждет бездна нас ждет туман там в глубине они ждут и наблюдать за нами именно там ты найдешь другую сторону тебе придется пройти проклятые земли и прорваться сквозь тьму чтобы оказаться на той стороне очень интересно но непонятно так ну то хотя бы спички бы кинули лол 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 чек кстати ребята я недавно проводил вот по прошлой части по четвертой серии on for giving а делал премьеру так вот как вам такой формат напишите в комментариях стоит ли их делать часто или стоит делать иногда или делать пополам премьеры пополам выкладку серий вот то есть например вечерней серии можно делать премьерами да потому что больше людей смогут зайти на онлайн премьеру видоса такие видосики утренние видосики просто выкладывать ну то есть какие то есть у вас мысли есть по этому поводу просто напишите в комментариях мы это обязательно обсудим и прием к какому-то общему соглашению так ну что у нас это эту мелодию мы знаем так как там арфа нет это спички не арф нужно арфа два раза пищи достал так вот это первая штука так она он туда переместиться да ну логично логично что туда переместиться что такое ёб твою мать я этого испугался больше всего за всю игру чем и всяких вот этих монстров это что это какой-то чертенок чего ты это видишь блин ты может на превьюшку пойдешь реально смай криповый какой дай так давайте я вот так вот сделаю чтобы уж точно не мучиться мы закатрирую его вот вообще отличный кадр а чего ты закрывался ты как умер-то вообще как вообще умер тут кстати довольно основательные такие стены прям какая-то крепость давайте в другую сторону прогуляемся наверное нам тоже будет красный знак то есть нам две печати уже надо будет разыграть чтобы открыть ворота интересно а вот эта ведьмочка еще попадется или нет или я на уже свою типа роль отыграла и уже мы с ней больше не пересечемся очень темно ребята я смотрел кстати премьеру месяц вами на телефоне кому-то отвечал темно темно нужно выкручивать на максимальную яркость телефона вставить максимальное качество которое вам позволяет я просто мог бы бегать со спичками было бы лучше видно но я их экономлю потому что ну в принципе видно не идеально но видно после того как яркость поднял вот а вам я советую в темном месте смотреть с максимально выкрученной яркостью на телефоне и еще обязательно в наушниках потому что здесь очень тонкие звуки с разных сторон они атмосферу добавляют прям прям вот вот так вот добавляет посмотрите обязательно ребят именно посмотрите смотрите именно по моим рекомендациям так сказать так ну тут надо это ловить скримак сарая или на обратном пути будет проклятие когда она одарит вас своим жгучим поцелуем ее смертельный яд наполнит вашу кровь и уничтожит вашу душу скручивая ваши кости в ужасающие узлы и забирая вас в подземное царство в конечном счете вы превратитесь в обычное де забыв о своей прошлой жизни и оказавшись ее власти до скончания веков вот эти деревья которые стоят это вся все все люди которых она покусала и они со временем превратились вот в такие деревья ну прям человекоподобные с какими-то элементами ну человеческими то есть немножко голова видно руки это все она и она нас тоже укусила сушен это дело прям дрянь дело дрянь нужно какой-то антидот искать либо магическое разочарование магическое разочарование это звучит конечно странно но ты понял чтобы есть очаровать зачаровать а есть разочаровать или де очаровать блядь как правильно сказать как снять чарой но одним словом знаешь не могу не могу короче вспомнить так это нам вот вторая нужно там всего по-моему три будет еще еще одна руна должна быть как раз место для набора но понимаешь если они засунули так далеко это руна значит нас что-то ждет что-то ждет хотя знаете нам уже принципе насрать мы же отравлены и нам не до пугания мы все равно умрем мы умрем и довольно скоро ну как умрем превратимся дерево но это практически смерть поэтому нам нужно не пугаться собраться и найти полезные вещи так как читать внимание идет потребление не входить фаворит одина какое потребление какое потребление чё потребление чё вот вот таким и мы станем что это руна что это руна у меня такая руна есть нет это просто узорчик это просто узорчик который нам не нужен так смотри F вниз кружок S вилы F так F кружок S вилы F так смотри F кружок S вилы F F чуть опоздал ну ладно ой бля чувствую нас короче вот этими кодами рунами замучают всю за всю игру просто замучают так я не иду сразу ко входу потому что наверняка здесь может оказаться так что ты кто блядь чё может я косяк взял вон он идёт сука а как мне от него шкериться я не знаю вам видно нет сейчас я его тоже не вижу а как он переплыл реку этот мудозвончик опа то есть мне короче надо будет искать эти руны здесь и от него уходить вот звук шипения я просто услышал вот это вот шуршание руны и поэтому я заглянул за камень и понял что она здесь а вторая руна скорее всего с той стороны а он как раз туда едет к той руне ну до свидания у лох так где вторая руна а вон она вон она вдалеке видишь да сейчас он защемит за нами я прям чё-то чувствую надо бежать ко входу пойдёмте по дальнему краю короче и будем слушать где он там такие резкие звуки противные нахер и бьёт по ушам так ага блять это ещё играть F нолик F бля я забыл я не посмотрел я не посмотрел что так F нолик F нолик P блять F вверх F так F вверх блять где он а нол? не как есть как р а блять г Быстрее, быстрее, щемит, щемит, щемит. Бля! Он щемит за мной, сука! Сука щемит! А как он сюда пролез? Он не должен был пролезть, он же здоровый! Блядь, он ползет! Сука! Как он ползет, какого хуя! Блядь. Ка-как вообще? Там, в смысле, норка? Я не знаю, блин, но он такой здоровый, он не должен был туда пролезть. О, достижение, Фура Стрэнджер. Пиздец. Защемил, защемил, вот, ублюдок. Проверить коробок. В смысле, у меня там нормально спичек было? Нормально. Ну, побольше, по-моему, не было. Мне кажется, разработчики что-то это меня... Обделили немножко вот в переходах, в загрузочках. Они, мне кажется, немножко отняли у меня, потому что я слишком экономный. Такие подумали, ах, читерится, сучка. Блядь, опять руны. Я что-то сделал плохой, походь, да? Это его дом? Или что? Почему-то здесь везде банки. Исцеление. Она влюбилась в ложного бога до беспамятства, и его разрушительная сила наполнила ее душу, давая ему полный контроль над ее телом и властью, которой он управляет. Которыми он управляет. Ты че, блядь? Так, тут какие-то головоломки. Вот эту руну мы можем сразу сыграть. Давай теперь сыграем. Головоломки, конечно, напрягают. Я щас послышалась, или... Кто-то здесь ползает. Ну, короче, нам туда идти, скорее всего, потому что здесь мы точно не поднимемся. Ну, там записочки есть. Давайте записки, наверное, почитаемся. Потому что, возможно, обратным пути нам надо будет опять щемить. Не потеряйся, не потеряйся, не потеряйся. Полезно. Однако, однако, полезно. Папочка плачет. Любовь моя, Карл доставил тебе это письмо вместо меня. Береги себя, навсегда твой ЕБ. ЕБ. Наказанные. Тише, они могут услышать тебя. Они были заточены глубоко под землю, и их души изменили раз и навсегда. И они навсегда посвятили себя служению миру зла. Их глаза утратили свою силу восьме, и они научились слышать шепот гор. А, это какие-то... Знания Одина, часть 7, Торвальд Юнг. Это какие-то слепые дети. Тот чертенок. Помнишь, вот в начале, который я на превью, который я хотел взять? Наверное, это они. Это вот те самые существа, которые сейчас будут нас преследовать. Скорее поправляйся, Астрид. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Пелле и Сигне. Так, а я... Там ничего нет. Ага. Папочка говорит, что скоро мы отправимся домой. Старинная рукопись. Мелодия на Арфе. Издание 1787 года. Вот, новая книжка. Шведские сказки. Так, говно, говно. Так, что это у нас? Дизир. Лакей Норн. Дизир. Женский призрак, который обречен быть вечной рабыней. Они находятся под влиянием Норн, исполняя их коварные поручения и внимательно отслеживая хитросплетение человеческих судеб. Знание уйдет на часть 20. Торвальд Йонг. Окай. Только знанием нет. Зачем сейчас? Непонятно. А, я могу подняться? Ток не работает. А, подняться могу. Подняться могу. Я думал, почему-то не могу. Я хочу выйти наружу. Выйти наружу. Так, а как? Ага. Подняться-то я могу. Но, чтобы руну сыграть, мне нужно все равно туда идти, где трос уходит. И там что-то с ним сделать. Чтобы, короче, вот эта платформа упала. Понятно. Ну, давай все равно наверх сходим. Проверим уже сразу, что там к чему. Блядь. Опять новая напасть. Она не сможет добраться до нас здесь. У нее ничего не получится. Ты сейчас ты должен спать. Ты можешь пролезть? Все будет хорошо. С тобой все будет в порядке. Пожалуйста. Не делай это. Ну, сорян. Ты не можешь. Почему не могу? Короче, тут проход есть. И надо... Пожалуйста, не делай этого. Склад. Кабель тут... Кабель тут... Да хорош, что ли? Я орен, да. Ну, почему... Почему нельзя сжечь вас? А, вон там еще вот так можно отпустить. Пожалуйста, остановись. Так я уже отошел от тебя. Или вам нужно прям огнемет, что ли, чтобы сжечь их? А спичка осталась-то мало. Что там? Я не могу так жить. Блядь, очень содержательно. Как? Они нашли папочку. Я не мог посмотреть туда. Чего, блядь? Запомним. Все запасные части хранятся на складе. А-а-а. То есть мне нужно туда проходить. Сто процентов. Кстати. Возможно. Можно что-то сделать с помощью арфы. Хотя там значок огня. Может реально арфе поиграть? Или подать электричество. Электричество ее подожжет. Ну, я не знаю. У меня идей пока больше нет. Что там может быть еще? Его аренда. Ну, это я пока еще... Сука. Ты меня еще и пугать будешь? Блядь, крипово. Так, а если я достану вот арфу? Она и спичку держит. Ты играет еще. Смело, я ринда. Ну, короче... Нам идти в ту расчель, но в любом случае. Ничего ты не сделаешь. А потом сюда подниматься. Да хватит шептать уже. Уже я понял, что ты этого не хочешь. Ну, еще раз говорю. Тут уже не я решаю. Не я решаю, что мне делать. У меня как бы нет выбора. То есть я не сделал определенные вещи. Я погибнул. Вот и все. Тут как бы выживает тот, кто что-то делает. Так, тут мы все с вами вроде прошарили. Вроде бы. Вот еще дальнюю стенку я что-то не смотрел. Тут темно, пиздец. Тут вроде ничего нет. Есть только смерть, если вон дальше пойти. А, вон еще. Они все еще видят нас. Поздравляю. Видит так видит. Так, ну что, туда идти надо. Там по-любому детишки сидят. Сто процентов. Так, стоп. Дай-ка я прибавлю пока. Оп. На одну ячеечку. Так, поехали. Что-то мне, короче, шнур надо искать. Где эти чертя-то? Они будут уже выйдут? Нет? Так, это не толкается. Это приседается. Это поднимается. Это разветвляется. Почти. Лево или право. А тут это. Бегают, бегают. В наушниках сейчас смотрят, что слышно. Маленькие лапки такие. Как крыски. Как крыски какие-то бегают. Сейчас, конечно, в лабиринтах. Без карты ходить. Да, спички тут уходят, пиздец. Прямо реально тебе говорю. Спички кончаются. Так, в воду нас загнали. А зачем? Ага. Чтобы мы охренели, я понял. Блин, поэтому говнищу лазит еще. Короче, в воде кто-то есть. И типа он за нами поплыл-поплыл, но потом такое, типа, не успел. О! Спички. Три штучки. Так, а нужно побольше. У меня осталось штук семь там всего. Как бы вообще не найс. Учитывая, что эти коридоры могут быть бесконечно долгими, уже 30 минут. Кстати, мне сильно надо бы уже это запиливать. Нужно все по сохранению было. И куда я пришел? Серьезно? В смысле, я зря прошел все это, все это вот? В смысле, а как я так вышел? Я же вверх поднимался. Я что-то не понял. Так, давайте по проводу пойдем. Вот провод идет, идет. Тут я никак не пролезу. Ой, ты хорош гудеть уже, а! А обратно в воде меня уже завалит. Ну, скорее всего, потому что звук был сзади. Я так предполагаю, что сзади меня уже все. Ждут. Уже ждут меня. Ну, ждут так ждут. Умрем, как раз нас на чекпоинт перекинет, и мы там закончим. А, нет. Не убили. Странно. Слушай, если у меня спички закончатся, я просто ничего не увижу. Ты же понимаешь, да? Блин, в эти... Развилках я уже заблудился. Где я вообще? Что я? Зачем я здесь? Так, нужно типа спуститься ниже. Там еще одна была развилка. Нам сейчас нужно, короче, спуститься и направо, получается, пойти. Вот сюда. Потому что здесь мы вроде как не были. Вроде как. Но здесь тупик. А, ну спички есть. О, опять спичек. Это нормас. Нормас. Прям нормас, нормас. А дальше-то куда идти? Я что-то не понимаю или что? Мне вот этот... Вот эта вот пещера, она мне вообще зачем? Чтоб ток подать, правильно? Логично. Ну, чё-то я не понимаю, куда идти. Мы всё обошли. Серьезно тебе говорю? Мы всё обошли. Бля, ну хоть какие-нибудь указатели-то оставили. Серьезно? А то я не знаю, куда идти и чё делать-то. Не, ну, чтоб ток подать, это понятно. Но конкретно куда идти, я не знаю. Просто у нас расход спичек идёт. Прям довольно жёсткий. Это чё, портал в туалет, что ли? Там кто-то сыт постоянно 24 на 7. Чё за звук? Я уже третий раз по этой воде иду. А толку нет. Может, я здесь что-то пропускаю в этой воде? Вроде как уходят сюда. Провода. А, это другой проход. Или нет? Сука! Чё делать-то? Блядь. Чё за нахуй? А, я тут думаю, выход назад, а это проход вперёд, оказывается? Серьёзно? А я вообще мог избежать этого? Или нет? Так, ну, кабель сюда идёт дальше. Ебать, как далеко. Бобби разрешили отправиться с подвига свершения. Так, понятно, это мы уже читали. Те, кто обитает между миров, они наполовину живы, наполовину мёртвые. Они слоняются по этому миру за объявление, выбирая самые недоступные места. Они ищут то место, где невидимая грань между двумя мирами практически незаметна. Знание Одино, часть 12, Торвальд Юнг. Это вот то, что сейчас вот на нас это. Сагрилось. О, спичка. Я не могу спать, они смотрят на меня. Ну, в таком месте так-то спать и не надо. Открою маленький секрет. Ваберинты ритуала Скандинавии. О! Сохранение пошло, кстати. Сохранение пошло. Ну, давайте на этом и закончим. Раз у нас как раз мы дошли. Ссылка на пылес. Всего прохождения находится в описании. Подписывайтесь на твиттер, инстаграм и ступайте. в дискорд сервер, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а с вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok